То есть в штамм помещается резино-кордная оболочка и прессом давится крышка. Угол корда, он очень важен, он определяет характеристики. Ух ты! Это идет обжимка зоны малого кольца. Те флои, которые мы наложили, они должны между собой максимально прочно склеиться. То есть не только «Росатом» строит атомные станции за рубежом, да, и, скажем так, автомобильная промышленность продает свои комплектующие. А, ну все, я понял. То есть он ее завальцевал сразу вокруг кольца стального? Да, да. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Всем привет! У нас второй день съемок на предприятии «Росстар». Сегодня мы, значит, начальник производства Александр, да, и технический директор. Я все время ошибаюсь в должностях. Он расскажет нам про производство пневморесор. Правильно называется? Пневморесоры? Пневморесор. Изготовление резинокорной оболочки, сборка пневморесор, проверка качества. Пройдемся по процессу, посмотрим поэтапно, как производится, из чего состоит и в чего в итоге превращается. Это вот резинокорная оболочка. Она еще не завальцована без верхней опоры, без нижней опоры. Просто вот сама резиновая изделие. Там внутри скрываются два слоя корда. Александр, правильно я скажу, если я проведу аналогию с обычной пневматической покрышкой, с обычным колесом? То есть тут, скорее всего, и материалы аналогичные, да, используются? Аналогичные материалы, аналогичные также у них есть кольца. Как будет работать пневморесор при минусовых температурах? То есть, по сути, можно на этот вопрос ответить так. А как у вас покрышки работают при минусовых температурах? То есть покрышки же ходят? Все правильно, да. Если шина работает, если боковина не разрушается при таких условиях, значит и пневморесор не будет разрушаться. А материалы, в принципе, аналогичные. Материалы полностью идентичны. Те операции, которые мы сегодня увидим, в большинстве они повторяются на шином заводе. Вот эти кольца, которые крепятся резинокордной оболочкой к опорам пневморесора, они производятся вот на первом этапе у нас технологического процесса. Можно будет сюда пройти и посмотреть, как это происходит. То есть вот это вот стальное кольцо? Да, это стальное кольцо сварной конструкции. А вот на соседнем стеллаже обрезиненные кольца. У нас 30 единичных проволок, которые каждая обрезинена слоем резиновой смеси. В итоге образуют эту очень прочную конструкцию, но при этом она деформируется. Они более сложны в изготовлении по сравнению с остальными кольцами. Но это того стоит, потому что качество превыше всего. Вот у нас эти проволочки единичные, они покрыты бронзовым, слоем бронзы. Тут происходит, я так понимаю, обрезиненный монет. Обрезиненный монет, да. Здесь у нас в экструдер помещается сырая резина специальная, которая имеет такие свойства, позволяющие взаимодействовать с бронзовым покрытием проволоки. То есть при вулканизации там прочная химическая связь получается, которая требуется непосредственно в работе резинокорной оболочки. Вот у нас заходит пучок фиксатор барабана. И в автомате накручивается нужное количество поворотов. Следующее кольцо это стальное. Оно гораздо более просто в изготовлении. Из питателя проволока выходит и в автоматическом режиме происходит его придание формы заднего диаметра, контактная сварка и съем. В совокупности имеем сейчас около 100-120 различных пневморесор технологии. Следующий этап это у нас подготовка материалов для резинокорной оболочки. Основной компонент резинокорной оболочки это корд. Корд к нам приходит в таких рулонах, корд отечественной. Там внутри, можно посмотреть, находятся нити. Нити корда. Они расположены вот так вот параллельно друг к другу. То есть это прорезиненные вот эти черные ткани? Черная это резина. А, абсолютно резина. Внутри, да, корд. Но внутри этой резины есть уже нитки. Да, нитки корда. Капроновые, да, или какие они? Они полиэфирные. В конструкции резинокорной оболочки используется корд под углом. Угол корда, он очень важен. Он определяет характеристики грузоподъемности, прочность и так далее. Это обрезка, да? Да. Обрезка идет по заданной длине. А здесь я смотрю, вот этот материал, резина еще такая, она сырая, да? Да, у нас вся резиновая смесь до улуханизации должна быть обязательно сырой. Далее корд идет на сборку. Внешний и внутренний слой резинокорной оболочки состоит из каландрованной резиновой смеси. Что значит каландрованная? Каландрованная значит, что эта резиновая смесь также сырая, но при этом она формована на оборудовании под названием каландр. То есть между валками каландра она придается форма листа. Определенной толщины. Да, форма листа толщиной один миллиметр. Ну, в районе одного миллиметра, скажем так. Мы также ее нарезаем под каждую оболочку необходимой ширины и длины. И она идет на сборку резинокорной оболочки. Это вот следующий этап, к которому мы сейчас и переходим. На сборочный барабан накладываются последовательно слои, которые мы сейчас изготовили. То есть вначале резиновая смесь каландрованная, потом два слоя корда пересекающимися нитями, то есть чтобы образовывалась сетка. Сколько всего слоев-то получается? То есть всего получается четыре слоя. Два слоя резины внутренней и внешней. И два слоя корда, а это внутренний. Вся стенка резиновой оболочки, она обеспечивает герметичность. В составе резиновой смеси специально закладываются пластификаторы, мягчители для того, чтобы обеспечить клейкость технологическую. То есть вот то, что мы сейчас видим в заготовке, они не склеены наполнительным клеем, то есть они клеятся естественным путем за счет того, что резина сырая. Да. Вот сейчас мы можем посмотреть, как изготавливается резинокорная оболочка под завальцовку. Вот у нее большое кольцо, сейчас устанавливается малое кольцо. Ух ты! Это идет обжимка зоны малого кольца. То есть в данном случае уже наложен внутренний слой, два слоя корда. Сейчас наложим внешний слой резиновой смеси и операция будет на этом закончена. Те флои, которые мы наложили, они должны между собой максимально прочно склеиться. Значит, это вот пресса локализационная, вот сейчас как раз идет загрузка резинокорной оболочки. Это пока что вообще диафрагма локализационная. На нее будет помещена заготовка, которую мы собрали на предыдущей стадии. Есть еще один промежуточный этап перед локализацией. Мы немножко придаем форму заготовке. То есть поддуваем воздухом на нужной высоте, так чтобы она была более бочкообразной. Снаружи у нас пресс-форма, внутри диафрагма, в которой подается азот под давлением 25-30 бат. А почему азот? Азот более инертный газ, значит, он невзрывоопасен. Поэтому его допускают использовать в данном процессе при высоких давлениях и высокой температуре. Внутрь пресс-формы у нас подается пар. Паром она обогревается, вот это вот, 160 градусов. Здесь мы уже видим рождение новой оболочки. Это уже оболочка под завальцовку, сварной крышкой прижимной. Все готово. Идет пар от нее. Следующая операция после изготовления резинокорной оболочки у нас контроль качества. И после него мы в зависимости от конструкции пневморесора образуем герметичное соединение верхней опоры путем завальцовки. То есть там помещается резинокорная оболочка, туда же помещается крышка. И прессом давится крышка, и по формообразующей поверхности штампа... Ну ее запрессовывается. Да, запрессовка там под радиусом для того, чтобы прижала крышка резинокорная оболочка. Получается такая герметичная конструкция. А, он ее все, я понял. То есть он ее завальцевал сразу вокруг кольца стального. Да, да. То есть если к срезу вернуться, вот у нас же специально такая форма имеется, чтобы туда вот крышка прямо вот сюда герметизировалась. Все, понял. Все эти крышки и другие комплектующие, которые мы здесь видим, мы производим внутри группы компаний РастАрт. То есть полная независимость, так скажем, от поставщиков в плане компонентов основных пневморесор. То есть вот резинокорные оболочки мы сами варим здесь. Крышки, стаканы изготавливаются на участке штамповки. Буферы резиновые, которые используются внутри пневморесоры, мы также изготавливаем методом литья в группе компаний. Также освоены пластиковые опоры, пластиковые опоры, которые изготавливаются путем литья в термопластный автомат. А он по весу, наверное, тяжелее, чем металлический, да, получается, пластиковый? Ну, не тяжелее, наверное. Ну, так вот, мне кажется, это какая-то продукция. Железяка даже легче, мне кажется. А этот вы что-то попилили уже, да? Да, ты опытный. После литья смотрели, как... У пластика какие преимущества-то? Он не ржавеет? Не ржавеет, более дешевый, но при этом в случае удара, например, камнем или таким каким-то серьезным предметом, там может скола образоваться. Мужики, у кого был опыт использования именно пластиковых опор, напишите в комментариях все-таки, что предпочтительный, металлический или пластиковый? После завальцовки, значит, мы устанавливаем нижнюю опору методом напрессовки или методом прикручивания, вот, и самое важное, это проверка герметичная. Устанавливаем на стенд и в автоматическом режиме проходит... А сколько давление подаете? 10 бар. Автоматически стенд определяет, есть утечки или нет. Вот это на полуприцепы такие баллоны большие, да? Да, это вот на тонар, например, такая используется. А вот такие куда используются? Это камазовская, то есть это пневморесора, которая... 54,90 или куда ее? Так, вот это да, это идет на 54,90, но она пока еще не до конца собранная. Здесь должна устанавливаться еще дополнительно усиливающая плита и нижняя опора. Это уже новая конструкция. Мы 54,90 перевели на завальцованную конструкцию. Раньше она была вставная. Сейчас мы сделали завальцованную с поджимной крышкой, то есть там нет таких участков, где оболочка местом натяга садится на опору. То есть завальцовка лучше, чем натяга? Завальцовка это современная, да. Надежнее? Надежнее, да. У нее герметичность обеспечена, в отличие от вставных, где при попадании грязи, если в грязных там пыль, песок попадают в место, где идет контакт верхней опоры и крышки, и резиноопорная оболочка. Со временем может быть утечка воздуха. Все. Что так быстро-то все? Давай еще что-нибудь рассказывай. Я только во вкус вошел, мне только интересно все стало. Мне на самом деле Александру сказали, чтобы он много не рассказывал, чтобы технологию никто не понял. Вот. И он вот как Сусанин водит нас вокруг оборудования, а о нюансах-то не говорит. Ну, главное все-таки нюанс технологии в том, чтобы обеспечить качество, чтобы пениморесоры работали у нас у клиентов, чтобы мы развивались, чтобы больше клиентов с ОИМ, конвейеров к нам обращались. Поэтому мы все-таки работаем над качеством в первую очередь. И я так понял, вот из твоего рассказа, то, что ты показал, правильно обеспечить качество, это не создать, скажем так, жесткий контроль на выходе, да? А это таким образом поставить технологическую цепочку, построить, чтобы это качество, оно формировалось на всех участках автоматически. Планируем освоить все пластиковые стаканы, которые требуются на рынке. Ну, так как это для нас новая технология, то мы все-таки вначале стальные освоили, потому что составили мы работать давно уже работаем. То есть штамповка у нас работает много лет, а с пластиковыми опорами вот мы только начинаем. Александр, ну, а мировые-то производители, ну, скажем так, мы все равняемся на Европу, да? В Европе-то все-таки что, больше используется, пластик или металл? Да, наверное, и в Европе у нас примерно одинаково, и пластик, и металл примерно в равных пропорциях. Единственное, что у нас, как бы, у, например, у изготовителей прицепов, там, изготовителей автомобилей, есть такое недоверие к пластику, есть, потому что к стали привыкли, что это прочность, это надежность, поэтому они предпочитают стальные опоры. И, может быть, при отрицательных температурах пластик похуже или нет? При отрицательных температурах мы пробовали, мы испытывали, проводили испытания пластиковые, оказалось, что, наоборот, прочнее, собственно. Пластик прочнее? Ну, по крайней мере, наш, да, пластик, который мы освоили без применения, там, вторичных компонентов, то есть полностью из качественных гранул, проводили заморозку, и при разрушении, точнее, при попытках к разрушению он... Пластик лучше. Значит, тоже, вот мы этот фильм, сегодня второй день у нас в съемках, мы вчера снимали лаборатории, которые в Росстаре есть, у них есть камеры испытательные, то есть интересный тоже материал, обязательно посмотрите, в каких условиях идет подбор материалов и потом, собственно, испытания уже готовых продуктов. То есть подход серьезный, научный такой. Ну, да, мы и резинокордные оболочки испытываем в той камере, и компоненты, в частности, пластиковые опоры испытываем в этой камере, чтобы убедиться в том, что мы можем клиенту советовать использование нашей пневморессоры, там, в условиях севера. Надо, знаешь, что договориться? Надо просто, чтобы недоверие-то убрать, надо сломать, надо взять две пневморессоры и сломать одну металлическую, и пластиковую, и показать, при какой нагрузке какая разрушилась. Вот, тогда, я думаю, он как бы появится доверие. Так можно, да. Раньше трубки тормозные все были в автомобилях металлические, сейчас пластиковые идут. Ну, да. А что еще было? Ну, много чего, примеров можно. Приведите примеры в комментариях, напишите, что раньше было в обиходе обычно пластиковое, да? Ой, вернее, наоборот, что было металлическое, а теперь пластиковое. Компания Rostar приглашает потенциальных покупателей, то есть те зароды, спецтехники, автомобилей, прицепов, которые у нас в России используют так или иначе, подобную продукцию, ну, в частности, пневморессоры. Обращайтесь в компанию Rostar. Лично у меня никаких сомнений по поводу качества нет. Я думаю, если у кого-то останутся, они могут приехать и сами посмотреть все. Да, то есть так же, как и мне, проведут экскурсию. Вы можете связаться по телефону, по многоканальному. Попадете на специалистов компании, вас проконсультируют. Есть сайт, где девушки симпатичные мне подсказывают, что сайт мы пустим в текущей строке. Да, в соцсети все будет. Надо поддерживать отечественного производителя. Надо развиваться вместе, надо развивать страну. Будем ждать ваших обращений. Вот, маленький плюсик мне, чтобы представители компании Rostar понимали, что они увидели это, то есть получили эту информацию с YouTube, то есть будете звонить, интересоваться в промокод CONSTANTINPRO. Не забывайте, называйте. Ребята сразу поймут, что это с YouTube. Собственно, и к вам будет самое интересное, самое лояльное предложение. CONSTANTINPRO. Про технику, про предприятие, про людей. Вы же когда-то на чемзапе-то сказали, в России производителей нет. Я так сказал. Да, я с этого же сразу и завелся. Я говорю, как нету. Нет, я обычно такого не говорю. Что я не знаю, я спрашиваю. Нет, ну вы общались. Да, вы общались. Вы говорите, вроде в России производителей нет, да, никого нет. И вот с этого как бы. Тогда оставить ванной биле на кусочек с той записи. Ну найду, если не надо. На чемзапе вы прицепы как раз. И вот мне сказали как бы. И вот после этого-то я с Сергеем начал. Я говорю, давай приглашайте. Ну да, вы из немногих заводов, кто до сих пор делает свои оси. То есть все остальные перешли уже закупать. А единственные, я бы сказал бы, кто вообще делает. Не, по-моему, у нас еще делает тонар. Тонар и сеспель, по-моему, делают. И сеспель, да. Ну а пневму вынуждены покупать, потому что у нас, по-моему, никто не делает из производителя, да, баллон это самое. Ну баллон нет. Оказывается, есть производитель-то в России, да. Ясно. Мы находимся в кабинете директора Михаил Александрович Кожевников. А как правильно у вас подразделение называется? То есть ООО отдельное какое-то юридическое? Как? Рекорд. Рекорд, да. То есть ООО Рекорд. То есть дочерняя компания Растара по производству пневморесов. В 2017 начали, да? Ну с 2017-го, да, как бы, запустили производство. А с чего идея эта началась вообще? Почему не по крышке делать, а по всем пневморесор? Ну пневморесор мы как бы, вообще, производство пневморесор у нас было. Просто мы сами лодочку не изготавливали, закупали европейских. У себя была сборка, как бы, поставляли на конвейер КАМАЗ. А, то есть полностью вы покупали вот эту подножку, да? Ну резиновый элемент. Резиновый элемент. А металлический сами делали? Металлический сами штамповали, там собирали и сборка у нас была, как бы. Спрос постоянно рос, как бы. Ну в России-то никого не было, как бы, вот пришли сюда. Все равно надо запускать, потому что и вторичный рынок активно спрашивал. Ну, в принципе, мы вот и начали, то, что первые года, там, 17-го года, это все-таки насыщение, опять, я говорю, ХАМАЗа, всех автосборочных предприятий, это, ну, все автобусные предприятия. Лишь вторичный рынок-то мы начали активно, наверное, вот в прошлом году, да? Да. Что для импортных грузовиков, для прицепов делаете? Да сейчас уже порядка ставим наименований, уже делаем. В этом году планируется, ну, еще где-то порядка 70-80. Продукция на экспорт идет? И на экспорт, и в Россию. Ну, если я так понимаю, что на заводы поставщики не поставляете еще, там, наверное, сложно туда пробиться, да? То есть там система защиты просто своего производителя так построена, что туда не зайти. Да мы еще даже и не пробовали, в принципе, нет, здесь работы нет. Ну, а на магазины, на зарубежные, получается, отгружаете регулярно? Нет, ну, мы же представительство в Гамбурге свое, в принципе. А, то есть вон, когда? Все, понятно. Мы же все продукцию, как бы, Ростар и всех компаний, как бы на... А там уже дилер, дирижеская сеть, сват. То есть дистрибьютор в Гамбурге, ваш уже получается. Да. Серьезный подход, то есть наша продукция идет на экспорт. Ну, с заводами, я говорю, еще раз работаем-то со всеми практически уже. И вот сейчас активно-то, с учетом того, что вот это вышло новое там постановление по локализации, 719 постановление, сейчас вот активно по прицепам началось, как бы, на обращение. Вот завтра Сеспель в гости приезжает. Сеспель, привет. Ну, да, тут в начале-то тоже в начале запуска проблемы были. Сырье возили, резину именно возили импортную, потому что, ну, долго как бы подбирали поставщика здесь в России. Сейчас уже полностью на российской перешли. И, в принципе, если все нормально сложится, к концу года мы должны запустить у себя полностью линию резиносмешения и каландрования. То есть резина будете тоже встать. Но то, что мы сейчас видели в цехе, да, вот это вот раскатанное, каландрованное, правильно говорить, да, то вы будете сами делать. Саму и резиновую смесь, и линию уже по каландрованию, и с кордом, и чисто резиной. Но это делается для чего? Это делается, чтобы еще удешевить или все-таки стабильность какую-то получить больше? Да и то, и другое, в принципе. Стабильность, независимость от поставщиков, от своих качества, чтобы всегда было... Ну, управление качеством, потому что, вне зависимости от поставщиков, потому что поставщик может поменять своего поставщика, там, уже сырья. Мы это будем менять только с целью. Ну, понятно. Вы делаете конечный продукт, но от того, что кто-то в этой цепочке может поставить что-то некачественное, вы можете поставить. Вы себя от этого хотите обезопасить. Да. Даже если по цене, по себестоимости, это не будет большого выигрыша, но при выигрыше в качестве это выгодно осваивать. Стратегический подход, так сказать. Ну да, плюс резину-то используем не только мы под резинокорную. Ростар очень много потребляет, там, по сайлентблоке, там, шарнир и так далее. Вчера один из комментариев по сайлентблокам как раз был, что нужно качество резины улучшить маленько, и тогда вообще всех конкурентов с рынка вы уберите. Ну, это освоение своего резиносмешения, это вопрос решит полностью. Как тебе ругали за это? Делаешь похуже качество. Это вот, к сожалению, как это, выражение-то было. Раньше условия диктовали инженера, а сейчас маркетологи. Раньше машины делали надежные, чтобы они десятилетиями служили, а сейчас технику делают одноразовую. В главе угла заработок стоит. Вообще-то ресурс. Ну, это же... Термин же есть такой экономический, запланированная строительство. Старение, да. Машина должна развалиться в определенный день. Да, как у вас и даст. Желательно все сразу развалиться. Я помню, нам это в институте еще 20 лет назад преподавал преподаватель, что есть ресурс, и желательно, чтобы он кончился у всех деталей одновременно. Делайте качественно, чтобы крепко было. Чтобы прицеп развалился, а подушку переставили на следующий. Представляете, как это? По этому тоже, да? Сколько мы? Минус 55, да, у нас по морозостойкости? Минус 60 на этой неделе испытаний или на следующий? Планируем, да. Унижайший ранний. Вчера мы сняли минус 50. Ну вот, минус 60 хотим как бы дальше продолжить, посмотрим. Мне больше впечатлило то, что импортная подушка взорвалась при давлении 20 атмосфер, а ваша подушка не взорвалась даже при максимальных 25, которые машина может сделать. Ну, этот, компрессор накачать. Вот прям сейчас чувствую рванет. Главное, все ушли. Я не оглохну, нет? Просто испугаешь, да? Да. Ух ты! Примерно вот так. Вы меня пугали больше, что? Я знаю, мужики, чья-то клопается. Мне уже показали до этого. Страну производитель знаю. В общем, вот так вот ее разорвало. Кому интересно, пишите мне это где-нибудь там. ВКонтакте, я вам скажу, какие не надо покупать. Но Растаровскую до этого испытывали, она не взорвалась. Так у нас вот зимой морозы-то когда были? Перед Новым годом, да, началось, по-моему, после Нового года, когда было-то? Ну, тоже с города даже уже компаний там небольшие, там 10-15 бензовозов, допустим. Уж не буду опять там говорить, там чьи-то не на ресурс стоят. Морозы начались, подушки все повзрывались. Импортные? Да, вот тоже пришли, дайте нам это. То есть, скажем так, ваша продукция, она все-таки для реальных, для наших российских условий. Да, где бывает и минус 40, и минус 50. Вот, и пескоструй, и дороги нечистые, скажем так, да, и пыль, и грязь. Вот. Ну, пожелать вам дальнейшего процветания. Спасибо. Вот. Зрителям делиться этим видео со всеми неравнодушными. Вот. Чем больше зрителей посмотрят это видео, тем больше будет обращение Растар, тем чаще я буду на Растар ездить, снимать давинки какие-то. Вообще радует, у нас в последнее время смотрю, с людьми разговаривают, по чуть-чуть, по чуть-чуть, развитие идет, и вот вы тому подтверждение, что же на экспорт, представительство для многих. То есть, не только Росатом строит атомные станции за рубежом, да, и, скажем так, и автомобильная промышленность продает свои комплектующие. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok